здравствуйте дорогие телезрители здравствуйте мои подписчики на канале youtube вы знаете вот смотрю на все это благолепие честно сказать дар речи потеряла сегодня речь пойдет о гладиолусах но я даже не знаю с чего начать вот посмотрите гладиолусы русской коллекции русской да где вы такое видели да нет таких больше красавцев как нами придуманное я только немного к этой славе хочу присоседиться нами придуманное а мы говорим что вот русское плохое да нету ничего подобного вот часть этой коллекции продана по моему голландцам и среди них княгиня елизавета великая там дмитрий солунский там масса таких гладиолусов с такими именами просто отпад с истерикой посмотрите прага прага рядом с вообще вот слов нету расцветки такие что ну просто сердце выпрыгивает из груди дивинити белый абсолютно а вот тут бенгальский огонь и совсем недалеко от него моя плесецкая рядом с чеширским котом название это какие не захочешь так запомнишь но гладиолусы они вот не просто такие цветы это же какой-то царский скипетр ну вот представьте что из этой коллекции а это только малая часть которую я сумела расположить на столе мало я здесь гладиолусы просто метр восемьдесят представьте себе мы будем говорить о том что не только русские молодцы а какие мы то молодцы что мы покупаем все это и все высаживаем но хочу уберечь вас от нескольких ошибок если у вас появится желание купить эту красоту вот например такую сумасшедший день да где вы видели да правда что сначала с утра встал розовым потом стал зеленым а к вечеру вообще посинел вот такие вот цвета на этом цветке хочу уберечь вас от ошибок от некоторых посмотрите вот луковицы да луковицы это высшая категория они огромные просто у луковицы есть донца и по его размеру определяется ее качество если она чуть более сантиметра это просто замечательно это значит что луковица будет цвести не в один цветонос и это просто здорово мадагаскар ну вот видите здесь есть конечно потертости и выбирая в магазине луковицы вы говорите нет мне не надо это плохая да нет девочки дело в том что когда убирают такое количество созревших луковиц конечно их убирают механически то есть специальными комбайнами от того и механические повреждения потертости ничего страшного принесете домой возьмете зеленочку в одну палочку и все быстренько отработаете чтобы никаких тут на этих потертостях не развилась никакая гниль не серая не белая и никакая другая здесь уже видно зачатки корешков видите венчик целый это тоже здорово они живые они плотные но вы все торопитесь сделать одну и ту же ошибку вы зачем их сейчас чистите зачем снимаете вот эти чешуи посмотрите сколько рубашечек у этой луковички и я даже не буду этого делать мне просто страшно что такие луковицы останутся без одежки вы это сделаете за три дня до высадки услышьте меня пожалуйста за три дня до высадки сняв с них все рубашки здесь у некоторых они сами свалились но не убирайте даже вот такие пусть они аккуратненько прилегают и оберегают саму луковичку значит снять рубашки можно за три дня до посадки хороший вопрос слышу а если я например хочу сделать выгонку то есть посадить их раньше чем я их высажу в сад правильно хороший вопрос действительно потому как эти растения вот это благолепие оно метр восемьдесят метр семьдесят и метр шестьдесят как минимум ростом конечно им расти придется очень долго учитывая что гладиолус после того как отцветет или мы срежем ему цветонос оставляя все листья должен еще 45 суток потерпеть в земле пока не вызреет вот это луковица конечно их надо посадить в какие-то контейнеры но корни у гладиолуса ведь тоже очень большие поэтому не надо набрать их столько что потом вы с ними не справитесь все должно быть разумно я бы конечно предпочла если бы одного сорта было допустим хотя бы 10 штук я себе представляю это пламя мадагаскар например да или тот же сумасшедший день да это просто глаз не отвести вы должны понимать что глубина перекопки почвы под гладиолусы не менее 35 сантиметров это вот так примерно представьте себе если вы посадите да должна быть рыхлая почва рыхлая там где корни располагаются питательная обязательно нейтральная сто процентов посадив туда луковицу если посадите на такую глубину то получите в итоге очень крупную луковицу посадите на такую глубину она у вас раньше зацветет выбирать как ее посадить это ваше право поэтому делайте все медленно вдумчиво заранее все это прокрутив своей садовой голове иначе наткнетесь на какую-нибудь ошибку и еще хочу заметить что у гладиолуса цветочная стрелка не появляется сразу сначала образуются листья и по моему если я не ошибаюсь после 3 4 листа начинается образование цветочной стрелки это очень важно ваша задача соблюсти все рекомендации которые дает вам оригинатор а здесь представлена коллекция как раз именно от создателей их и это просто здорово потому что во времена когда мы там дрались за оскара луковицу в очереди в семенном магазине давно прошли и теперь мы можем выбрать то что мило нашему сердцу ну когда мы дойдем до посадки в грунт или до того как мы будем делать выгонку предварительную перед посадкой вы это все увидите мы это покажем прямо натурально ну а на этом пока все до свидания всего вам доброго и я вас всех очень и очень люблю а